сегодня у нас какая-то очень странная с рассвета наступила палатку гнет конечно жестко здесь порывы смотрел от 12 до 20 метров ничего вроде матильды в этом плане лучше всех нет овощи да матюх пойдешь на улицу гулять пойдем заяц там лежит кутается такие вот тут истории в степи облачка идут но и вроде проходит как-то мимо так что я думаю сегодня без дожде русские слова как дела? ошибись ты песенку надо напевать знаешь какую песенку надо напевать? я-то молодец что мне снег, что мне знай, что мне дождик проливной когда мои друзья со мной ля 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 когда мои друзья со мной давать или сидит там яме там ямки хорошо так не дует у нас материн сегодня тележки едет у меня спина отошла теперь она может расслабиться так дошли до какой-то развилки сады куда нам надо 51 кельсай но видимо через который мы можем пройти зато нарыли участок с кучей деревьев целый пятачок вон там тут хотя таких автобусов мы не видели тут такое место развилка от чего сюда дойти ну сложно там 14 километров тут 20 километров до этой остановки как-то так странно остановились еще ребята тут недалеко от села угостили нас домашними бурсаками это такие ну по сути это пышечки в масле жарятся вкусные что-нибудь на все смотрели на те тоже угощу вкусненько понравилось давайте мне плов и бурсаки а корм это для домашних садам отюх а и Смотрите, мы буквально перешли километров 15, может быть, от горы к горе. Вот. Та такая засушливая, там что-то какие-то степи, ветра. Вообще непонятно. Здесь уже какая-то зеленуха. Горы совсем другие, зеленые такие, с елками. В общем, ну растительности гораздо больше, хотя деревьев по-прежнему крайне мало. Интересно, конечно. Так, ну и сейчас мы подходим уже потихонечку к двум населенным пунктам, рядостоящим. Мы идем в Акаи, ну Сурбеков, да? Ну Сиббеков. Ну Сиббеков. Это село поменьше, но оно нам было как бы поближе на него свернуть. Есть еще большое село? Джеланаш. А, вот этот Джеланаш. Оно вообще прям такое большое-большое, просто за склоном не видно. Сейчас выйдем, наверное, будет виднее. Но мы его посмотрим, наверное, на обратном пути. Если все будет с погодой зашибись, мы пройдем сквозь, ну вот, в смысле вдоль хребта, туда дальше. Водохранилишь? Да. Вот. Так у нас будет кружочек. А сейчас пока идем туда. Но нам не так много чего надо, так вода. Хлеб там, что-то по мелочи. Да? Пойдем. И потом после этого села уже будем искать место под ночевку. И вот пришли к Зеленухе, и наконец-то появились коровы. Собственно, от Кокпека никаких коров мы и не видели. И вон там овечки. Вот молодшие коровы такие. Ну да. Ну здесь уже так такая, хоть есть чего пожевать. А? От бучара. А, вот он что, я пихал. И вот мы входим в аул Акайно Суббеков. Это, оказывается, академик. Некий. Надо будет почитать. Кто такой. Здесь ему сделана вон такая вот штука какая-то с книжкой, постамент. И целые воротины тут. Так, подойдем, мужики, с копьем и саблей. Там какой дядька. Ворота. И там такой же. И входишь прямо в какую-то альпийскую сказку. Да? Какое симпатичное село. Да? И вид здесь офигенный, конечно. У ребят. Давай, зайцы. Село само себя не снимет. Вот тебе даже баран говорит. Бе-е-е. Аул симпатичный, но в принципе все равно довольно много заброшек. Хотя много и таких каких-то штук, кто, видимо, впрягается. Да? Ну, такая жизнь. Тут такая заправочка. Но я так понял, что это здесь какие-то рабочие машины заправляются. Смотрите, хозяйство. И вот на вот маленьком кустике какие гигантские сливы висят. Все офигеть. Надо сказать, что для такого большого села довольно скромная мечеть, да? Но очень симпатичная. И у нее красивая территория с елками. Здесь вот напротив еще елки такие красивые. Смотрится миленько. Хотя, ну, это же минарет получается. Хотя нет, не минарет. А где у нее минарет? Ну, может быть. Такой стиль. Без минаретной мечети. Ну, потому что вон, да, это вместо минаретов просто мегафон стоит. Видишь, рупор. Интересно. Администрация, магазин, кафе, школа. И что-то есть еще ряд каких-то зданий. Смотри, там вроде бы кафе Демен. Что-то еще, еще. Все посмотрим. Может, тоже магазинчик. Хотя за каким-то забором. Может, больница. Классическая мазанка. Здесь тебе все. Сено, лошадь, хозяйство. Ну, эти мелкие вообще. А, цеплятки там. Да, да, что там, ну, как обычно, последний день августа. Обычно, получается, на этом. Усиживают, так и лупятся. Ну, ладно. Прям на выходе из села, ну, что и такой закуток зелененький, симпатичный. И здесь и встанем. Да? 29 с чем-то прошли. Короче, почти 30 км. Все, нет, ты дышишь. И что мы купили? Да! Мы купили яйца. У-ху! Е-е-е! Матиль, я мечтаю о яйцах уже пару недель. Да, удача говорит, где-нибудь нужно купить яйца, сварить. А что, и свареные яйца. Матиль, везуха, да, тебе сегодня? Советский мэр в тележке. Ну, ты вчера молодец. Да, ты вчера умница. Ну, хороший пес. Да, отлично. Ладно, будем готовиться. Как тебе сегодняшний день? Классный. Он насыщенный. Сначала был ветер. Да, и степи. И страшно было вначале. Потому что вот это облаго надвигалось, ветер становился сильнее. Даже ноги иногда подкашивались, когда шли. Да, был очень сильный ветер. А потом мы... А теперь пришли вообще фейки. А потом, когда резко маханули вот эти 5 км, такие вообще, хоп. Да. И мы вышли поздно. И, ну, встали, ну, достаточно рано. Ну, нормально. Мы вышли в 10, в начале 11, а сейчас время... 15-го, 7-го. О, ну, классно. У нас еще больше часа светового дня. Наточилово, да. Ладненько, будем готовиться. А овечка к нам забрела одинокая. Хотели, ты господи? Хотели? Надо отвезти овечку домой. Проверила. Так, это не свои. Пошла. Пробегом, да? Ну, что-то с горы спустилась такая, посмотрела, что здесь происходит. Материал, материле. Тоже мне пастух. Так, у нас сегодня царский ужин. У нас, у нас вареные яйца. Говядина, да? Тушенка. И хлебушек. Класс. Как много всякого белочного, да? Вкуснятина. Матюль, да? Ну, ладненько, мы поужинали. И будем, наверное, потихоньку собираться уже на почивальность. Что-то сегодня похолодало как-то странно. Хотя, ну, ожидаемо, сегодняшний день, он такой, один из прохладных вот в череде прогноз на неделю. Ну, прям как-то так. Мужчина вот проезжал сейчас на конец и по такой, хладно жрать. Да, там же впереди есть юрта. Ладно, думаю, как-нибудь справимся, да? Да, пес? Не, ну, все равно не такой дуба, когда мы вот на осы, помнишь, от дубочка? А, на осы, да, совсем было холодно. Перед закатом даже уже было пипец как дубову, что невозможно было стоять. Мы даже закат не отстояли. Сейчас все-таки ничего. Да. Так что, надеюсь... Даже греет, если вспоминаешь. Как-то тепло. Да, да. Ладненько. Все, ладно. Всем спасибо. И завтра будет новый день. Завтра до Саты дойдем. Да? Ну, или около него станет. Ну, где-то там, да, в районе. Ладно. Всем спасибо. До новых встреч.